Всем привет, с вами снова славный дружа Обломов и у меня есть пара дорадин. Дорада, ну знаете, типа в ресторанах дорада, в доставках есть рыба такая. И сегодня мы пытаемся проверить рецепт, что что-то вкусно готовить в лопухах. Возможно, лопух дает какой-то свой вкус, но когда мы готовили в Таиланде в банановых листьях, оказалось, что они как бы просто сохраняют сочность, никакого своего вкуса банановые листья не добавляют. Возможно, наш русский лопух даст рыбе какой-то особый аромат и вкус. И, само собой, готовить мы будем в углях. Для этого вам нужно найти несколько гигантских лопухов. А спонсор видосика вам уже хорошо знакомый всемайки.ру. Напоминаю, что там можно купить майки и футболочки абсолютно с любыми принтами. Там уже куча готовых штук с разными персонажами, аниме, сериалы, фразы, слоганы и все что угодно. Но если не найдете, можете заказать на заказ абсолютно любой принт. Например, вы можете постоянно всех уведомлять о том, что мышь крудется своим внешним видом. Но и не стоит забывать, что сейчас осень. The winter is coming. Поэтому, собственно, там появились и прикольные курточки, и разная одежда. Ну и, само собой, кто празднует Хэллоуин, напоминаю, что там куча подарков и сувениров к Хэллоуину разных страшных штуковин. Футболки, курточки, рюкзачки, худи, кепочки. Все что угодно по ссылочке в описании с промокодиком обломов101. Скидочка, между прочим, идет. А за курточку им огромное спасибо. Я буду этой осенью стильный. Помимо кучи крапивы, я нашел, в шланах крапивы, я нашел несколько чудесных. Это то, что нам надо. И, сука, это то, что нам надо. Еще найдем пару листов. Будем считать, что достаточно. Отмоем лопухи от всякого. Тут, наверное, есть какие-то жуки. Хотя, возможно, в этом рецепте, дорада в лопухах, возможно, жуки, улитки, пауки и прилипшие жабки со всех сторон, они добавляют какого-то смака. Я не знаю, как это работает. Собственно, у нас есть мытые лопухи. У нас есть две чудесных дорадинки. У нас есть соль, перец, кориандр и немного чеснока с лимоном. Собственно, больше нам ничего не нужно. Ну, только еще немножечко бечевки, чтобы все это дело не развалилось. Нужно выпотрошить рыбок. Вот такие вот у нас две небольшие дорадинки. Собственно, наша задача эти дорадинки аккуратненько выпотрошить. Скрываем и достаем все, что у них есть внутри. И достаточно неаккуратным способом. После чего мы, собственно, промоем. У дорадинок крайне небольшое количество кишок. Чтобы вы понимали, вот такая рыбка вот так раскраивается. И из нее буквально в одно движение вот так вынимается практически все. Осталось только промыть. Теперь берем цедру одного лимона. Вот так. Дальше горчинка идет, поэтому на острой терке соскабливаем только верхний слой. Цедра идет с рыбой просто великолепно. Так, иди сюда. Отлично. Также берем чесночину. Одну чесночинку вот так вот меленько трем. Одну чесночинку, это я говорю здоровенную. Если у вас головки чеснока, то, конечно же, трите их больше. Теперь возьмем ступку и кориандр. Щепотку кориандра. И долбим в труху. Вот так вот. Цедру и чеснок добавляем туда же. Льем немножечко оливкового маслица. Вот так. Перемешиваем. И у нас получается такая паста-маринад. Туда же добавляем свежемолотый перец. На рыбе делаем вот такие вот надрезы. Вот такие. И натираем рыбу маринадом, стараясь не уколоться плавники. И засовываем его внутрь тоже. Вот. Во все прорези. Прямо с оливочем, чтобы он зашел. Все это дело будет в пепле, в углях, внутри лопуха обмениваться ароматами. Также тоненько нарежем лимончик. И по два кусочка в рыбку запихаем для аромата. Вот так прям туда чуть-чуть. И вот так. Пусть будет. Вот так. И вот так. Лопухи! Собственно, рыбу берем и заворачиваем вот так в лопух. И, наверное, еще в один лопух, чтобы было. Вот. Вот так. Чтобы ничего не подгорало. И вторую рыбоньку тоже запихиваем в лопух. И вот этот огромный затолкаем. Шикарно. Теперь возьмем нитку и обмотаем все это дело. Нитка, конечно, сгорит. Но какое-то время все это дело не будет разваливаться. Получается шаверма из лопуха. Костерок у нас догорел совсем недавно. Нужно, чтобы малиновый уголь не попадал на наших дорадинок. Поэтому именно конкретно пепел, горячий пепел, вот так раскапываем. Туда кладем дорадинок. И, собственно, тоже пеплом его присыпаем. Угольки. И только потом уже сверху идут малиновые. Вот так. Собираем наш костер назад, чтобы было тепло. И, собственно, забываем обо всем об этом минут на 25. Надеюсь, что дорада в лопухах получится. Но я сомневаюсь, что у лопухов будет какой-то свой собственный супервкус. Все, что нам осталось, это ждать. Я надеюсь, что лопухи не позволят сгореть нашим дорадинкам. Все-таки я купил их за свои бабки. Так, прошло полчаса. Костер у нас, ну, не то что догорел. Я вижу, что дорадинка вроде как даже... Да, шкварчит, шипит, слышите? Но при этом... Так, какого хера здесь делает гильза от калаша? Чувак, почему у нас в костре гильзы лежат? Мне кто-нибудь скажет? Ладно, неважно. А, прорвал лист и слышу, как сок вытекает. Так. Ну, пойдемте на нормальный свет и проверим, что там. Так, давайте попробуем распаковать. Я вижу, что лопух... Лопух у нас... Да, народ, лопух прямо оставляет свежесть. То есть я вижу, что рыба внутри сочная. Но вот как ее распаковать, чтобы все это дело не повредить, я не знаю. Давайте эту попробуем. Смотрите, лопух влажный. И когда мы его распаковываем, то она запекается как бы... Как на пару. А, горячо! Ну, то, что рыба готова, у меня сомнений нет. А вот дает какой-нибудь свой запах и вкус лопух или нет, сейчас мы узнаем. Давайте возьмем... Ну, смотрите. Рыба прям отваливается от костей. Это полчаса. Но главное, чтобы угли прямо не касались. Смотрите, я могу прямо из нее вынуть хребет практически одним движением. Смотрите. Вот так. Я думаю, ни у кого нет вопросов, что это съедобно. Попробуем. Что дает лопух? Да нифига. Лопух оставляет мясо сочным. Он выполняет... Хотя фиг знает, может быть, какой-то землисто-овощной аромат. Капустный он дает немножечко. Но я не могу сказать, что как-то выдающееся чувствую его на фоне кориандра, соли, перца и цедры. Вкусно. Небольшой овощной аромат есть. Но фишка в том, что он сохраняет влажность рыбы при огромной температуре. Точно так же работают, например, банановые листы, как я уже говорил. В общем, в походе, если поймали рыбу, потрошите, заворачивайте в лопух, кидайте в уголь. И через полчаса, если рыбка небольшая, или, например, через час, если у вас огромная рыбина, все будет готово. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Кушайте много, кушайте вкусно. С вами был славный дружобломов. Всем пока.